9 украинских военных погибли, четверо из них при атаке боевиков на Красногоровку. Еще семеро получили ранения и один боец попал в плен. Пророссийские наемники, вопреки договоренностям, на рассвете ударили из танков и артиллерии по позициям ВСУ и мирному населению. На линии огня побывала наш военкор Ирина Баглай. Танки, грады, партизаны, артиллерия. На рассвете Красногоровка содрогнулась от огня боевиков. В этот раз использовали заряды нового класса. Нет осколков и глубокое разрывное действие, именно внутрь проникающее. То есть рассчитано на здания, на блиндажи. С учетом того, что стрельба была по городу, эти заряды были спланированы специально. Главная цель наемников были окопы нашей пехоты. Терриконы, шахты, как щит. Из-за них и били российские танки. Танк выезжает, там шахта есть трудовских. Вот она выезжает возле террикона трудовских, возле шахты и работает в направлении наших позиций. Так же самое чуть дальше, у них там где Старомихаловка, там тоже есть свои позиции, там тоже выезжает танк. Из оккупированного Донецка, говорят военные танки, поддержала вражеская артиллерия. На огневых позициях среди домов работали самоходные арт-установки. Плотно работала САУ. Здесь все тряслось. Работала очень глубоко. 10-15, может быть, километров в глубине Донецка. Под плотным огнем боевиков оказалась мирная Красногоровка. Танковый снаряд разбил квартиру. Начался пожар. Осколки от градов повредили жилые дома на нескольких улицах. На этом боевики не остановились. Разведзвод 16 бойцов выдвинулся к позициям украинской пехоты. По данным нашей разведки, это были кадровые военные и сотые мотострелковые бригады Российской Федерации. Пехотинцам удалось отбить атаку. У врага четверо погибших. Мы нашли троих человек по потерям. Но по радиоперехвату у них 4 человека потеряли. Но понесли потери наши бойцы. Четверо погибших. Семеро получили ранения. Активизировались боевики из севернее Красногоровки. Из нейтральной зоны хорошо просматривается новый терминал Донецкого аэропорта. Он более похож на скелет. Его в последнее время боевики усиленно укрепляют. Рядом руины старого. Там у них тяжелая боевая техника. Оттуда и ведут огонь в три стороны. Последние несколько дней пехота фиксирует обстрелы с территории аэропорта. Одновременно, пользуясь перемирием, противник выдвигается вперед. Украинские военные сообщают, у противника прошла очередная ротация. Наемники хорошо оснащены с полным боекомплектом для тяжелых орудий. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.